Хорошая новость для тех, кто любит поесть вне дома. В кризис рестораны и кафе стали доступнее. К такому выводу пришел известный ресторанный критик Олег Назаров. Сейчас он путешествует по России. Санкции не только заставили сибирских производителей освоить производство аналогов европейских продуктов, но и изменили вкусы потребителей. Теперь в меню кафе и ресторанов все чаще появляются позиции из так называемого традиционного русского меню. Как еще рестораторы пытаются выживать в трудных экономических условиях, расскажет Кирилл Полиенко. Новосибирцы даже в кризис есть не перестали. Если в столице России закрылся каждый пятый ресторан, то в столице Сибири только каждый десятый. Осталось две сотни заведений, которые обеспечивают клиентам богатый выбор. Те рестораны, которые выбирают правильные концепции, ориентируются на правильную аудиторию, с ними ничего не произошло, они продолжают зарабатывать и очень хорошо. Те же ресторанторы, которые пришли в этот бизнес случайно, которые считают, что они построили ресторан и в него должны ходить после этого люди, а не облагодействовать весь мир. Те очень быстро и скоропостижно умирают. Ну туда им и дорога на самом деле. Столичный ресторанный критик Олег Назаров отправился в турне по городам Сибири. На семинарах рассказывает владельцам, как удержать клиентов. Попутно публикуют в социальных сетях фотографии блюд, которые довелось попробовать. Сотни лайков и восторженных комментариев. Больше всего москвичей удивляет цена. В кризис рестораны стали доступнее. Рестораторы почувствовали, что те даже наценки, которые они делали, иногда они оправданные, иногда совершенно неоправданные делали, уже не сделаешь сегодня. И для того, чтобы удержать хоть какого-то потребителя, нужно идти с ним на сделку, что же называется. Арсень Теусов и Павел Голиков на такую сделку решились. 15 лет работали в чужих заведениях, а в кризис решились открыть свое. Кафе быстрого питания отличается низкими ценами. 100-125 рублей в среднем за каждое блюдо. Но на качестве не экономят, сокращают и сдержки. Даже лапшу делают сами. Официально старались. Мы вроде держим марку даже. Вот хотя на дворе кризис, цены везде растут. Мы цены, ну вот некоторые позиции из меню, которые были при открытии, цены мы не поднимали. Сбросить пафос и повернуться лицом к своим клиентам сейчас главный секрет успеха. Пример из Омска. Кафе быстрого питания с домашней обстановкой. Здесь крутят старые фильмы, дают скидку постоянным клиентам. Нравится вкусно, быстро самое главное. При этом это отличается от стандартных, наверное, заведений, каких-то там фастфудов, майонезных салатов. Вот. Еда достаточно, хоть кажется, вроде и специфичная, специфичная, но в то же время очень простая. Непосредственно сами это видели в Вьетнаме, когда примерно... И опять же концепция то, что маленькое помещение, там то же самое. То есть именно и бар вот так вот пущенный, там вот так вот люди иногда все стоят, именно чтобы все быстро, 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 быстро. То есть это именно подсмотрено там, но опять же наполненность, ассортимент, вид лапши – это уже само придумано. Новые форматы появляются и в Новосибирске. Бары крафтового пива растут, как на дрожжах. Питейные заведения вообще более устойчивы в кризис, а поймать модный тренд – значит гарантировать себе успех. Пока я еще начинаю, поэтому я попробовал всего около 70 сортов пива, но я думаю, что это только начало. Крафт – это производство в непромышленных масштабах. Частные пивоварни экспериментируют вовсю. Добавляют изюм, апельсиновую цедру, кофе. Вкус порой специфический. В европейской части России такие заведения составляют 10-15% всех баров. В Сибири бум только начинается. Это большой ассортимент пива, то есть оригинальные вкусовые вещи. И, в принципе, плюс, наверное, крафта, что, на мой взгляд, каждый человек может подобрать себе свой напиток. Рестораторы уверены, даже в трудные времена люди не перестанут обедать и выпивать. Но более острой будет борьба за клиентов, и они от этого должны только выиграть. Кирилл Полиенко, Арина Таранюк и Елизавета Василевич. Новости РНТВ Новосибирск.